К 9 мая на Большой Клумбе рядом со Дворцом Ветеранов буквально рисуют цветами. Здесь появилась большая красная звезда из ярких сальвий. Чтобы рисунок выглядел еще четче, сальвий обрамляют нежные серебристые цинерарии. Растения только высадили, сейчас их польют за несколько дней. Они примутся, немножко подрастут и уже ко дню победы будут во всей красе. Перед майскими капризами погоды цветы должны устоять. На Клумбы попадают только закаленные экземпляры. В теплицах их выращивали с февраля, но условия не всегда были тепличными. У нас в Оранжере постоянно проводится закаливание растений. Открываются форточки, проветривание проводится, чтобы растения уже потом более-менее комфортно себя чувствовали. Вокруг Дворца Ветеранов в Парке Победы цветами засадят 40 квадратных метров клумб. Возле памятника зацвели оранжевые тагетисы. К празднику стараются успеть украсить все места, где будут проходить торжества. Над озеленением города трудится 9 бригад садовников и цветоводов во всех районах. На улице Молдогвардейской ввысь устремились петунья. Здесь установили вертикальные конструкции. Эти называются лодочки. Всего таких многоярусных кашпо по Молдогвардейской и улице Куйбышева будет 30 штук. Соседями хрупких цветов станут величественные туи, тоже в кашпо. Их в Самаре установят больше 100 штук. Труд нелегкий и кропотливый. Главное, чтобы вандалы не испортили красоту. Сетуют сотрудники зеленхоза. Сами конструкции не подвергались вандализму. Нет. Ну а то, что касается петуньи, то да, выкапывают, выкапывают жители. Хотел бы обратиться ко всем жителям нашего города. Пожалуйста. Это делается, это красота для вас. Всего только силами муниципального. Предприятие в этом году в Самаре цветы высадят на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Приготовили и сюрпризы. Топиарные зеленые фигуры в тематике предстоящего в следующем году Чемпионата мира по футболу. Марина Кравцова, Константин Головин. События.